В Екатеринбурге установили новый российский рекорд. Обладательницы самых длинных и крепких волос сплели косу длиной в девятиэтажный дом. Мария Новикова выясняла, как это удалось, и почему некоторые участницы решили подстричься после конкурса. Так, 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 мне неудобно. Нас тут уже приплели. Здесь каждый сантиметр на счету. Длина имеет значение для нового российского рекорда. На самую большую косу. Ближе, ближе. Косу и косе в этом хороводе стоят 76 горожанок. Чтобы не запутаться, парикмахеры укладывают волосы участниц особым способом. С волосами организаторы конкурса на самую шикарную шевелюру экспериментируют уже несколько лет. За плечами у красавиц уже есть один рекорд – длины. Там обвели длинную косу, учитывалась длина. А вот как раз будет учитываться численность хоровода. То есть абсолютно разные рекорды. Чьи волосы красивее, определить было непросто. Поэтому организаторы придумали несколько номинаций и выбирали самую длинную, самую толстую косы и самую эффектную прическу. Анна, обладательница метрового богатства, отрастила его всего за пять лет. Причем не прилагая каких-либо усилий. Косу надо свою любить, чтобы любить саму себя и чтобы тебя любили окружающие. Это, конечно же, подпитывает наше стремление к росту волос. И поэтому она растет такая красивая и длинная. А вот для еще одной Анны с косой до пят – волосы не украшение, а наказание. Жалуются, эта красота требует больших жертв. Держать голову гордой тяжело, да и чтобы ухаживать за косой, нужна помощь родных. После финала участница собирается ее укоротить. А пока Аня вплетается в одну гигантскую косу. Прошлогодний рекорд – 18 метров 18 сантиметров – побит. Общая ина сплетенной косы – 32 метра 96 сантиметров. Достижение пришлось держать 20 минут. Сначала, чтобы его поставить, а потом, чтобы зафиксировать для русской книги рекордов. Еще дольше волосы распутывали. Впрочем, красавицы не жаловались. Ведь, говорят, сразу видно, какую нелегкую ношу они взвалили на плечи. Мария Новикова, Сергей Едигарев, Новости 41 канала.